Соломы всем, друзья, с вами 2хп, и сегодня мы поговорим о секретах и фактах в игре People Playground. Сегодня я немножко поговорю за кадром, я такого формата видео еще не выпускал, но как дальше надо начинать. Погнали! 2хп представляет Итак, первый факт это то, что не обязательно нам втыкать шприцы в наших людишек, чтобы подействовал, собственно говоря, препарат N. на того или иного персонажа. Достаточно просто взять, как-то его сломать или шмальнуть в него из пистолета, и тогда содержимое расплескается по сторонам или распылится, и, как вы видите на видосе, подействует отлично на персонажа. Сначала его умертвит, а если мы возьмем шприц с живой водой, или чем он там, который оживляющий, вот, то он его оживит. Потом опять мы его застрелим, он умрет, потом опять мы его оживим. Видите, это облако, у него довольно-таки большой радиус влияния. Собственно говоря, так это и работает. Но я думаю, все-таки мы потом застрелим, потому что нехер. Вот еще вот так вот. Итак, факт номер два. Факт номер два заключается в том, что у нас в вкладке оружие есть гаечный ключ. И если вы не знали, то этот гаечный ключ может все подряд чинить. Ну, по крайней мере, какие-то механизмы, какие-то электронные приборы и тому подобное. Сначала я поставил генератор с катушкой Тесла и андроида, и попытался их сломать. У меня худо-бедно это получилось. Мне понадобилась всего лишь ракетница. Это андроид, как вы видите, практически мертвый. Да я думаю, даже не практически. Он полностью труп. Давайте положим его на стол и посмотрим, что мы с ним сможем сделать. Генератор с катушкой Тесла тоже, как видите, пострадали довольно-таки основательно. Итак, берем ключ. В принципе, спауниваем его. В принципе, ничего делать не надо. Ничего не надо нажимать. Просто берем и касаемся объекта. И в том месте, которое мы касаемся, чудесным образом лечится, утешным образом чинится и восстанавливает. Третий факт заключается в том, что можно сделать черную дуру. Не знаю, в чем тут секрет, в чем тут факт, но ее как бы можно сделать с помощью вот этого вот аппарата. Просто я взял два. Почему, собственно говоря, нет. Вот, я взял два. Она спаунит черную дыру и отлично справляется с тем, что засасывает людей в эту... У меня, по-моему, заспаунят сейчас две черные дыры. Да, я уж подумал, раз в масштабах этих будем работать, значит сделаем две черные дыры. Вот, ничего сложного нету. Нужно подсоединить генератор к этой штуке. Я не помню, как она называется. Можете посмотреть. В самой игре. У вас же есть игра? Я думаю, если люди смотрят видосы по People Playground, то логично предположить, что у них эта игра есть. А если у тебя ее нету, то ты немножечко просрал расходажу, когда она стоила что-то то ли 20 рублей, то ли 25. Это, конечно, офигеть. Итак, факт номер 3. Заключается в том, что если соединить двух людей трубкой для переливания крови, то задев, как-то сильно поранив одного человека, другой будет передавать ему по этой трубке свою кровь, будет жертвовать ему свою кровь. И второй, собственно говоря, не умрет, пока у одного из людей не закончится кровь до того момента, пока он сдохнет. Вот, как-то так. Следующий факт заключается в том, что нам надо построить просто неимоверный какой-то аппарат. Вы даже не представляете, сколько раз я, мать его, строил. Это просто... Я минут 40, наверное, сидел. Вот, потому что там был туториал. Я этот туториал смотрел. И в итоге, короче, получалось так, что делаю я его неправильно. А заключалась все... Точнее, ошибка моя заключалась в том, что я неправильно брал провода. Там нужны конкретные провода от катушки Тесла, конкретные провода нужны от аккумулятора катушки, и конкретные провода должны замыкать сами металлические балки. И только при определенном расстоянии, и все это соблюсти, когда получается, образуется вот эта вот супер-мега какая-то черная дыра. И сейчас посмотрим, что будет. Вот. И у нас, собственно говоря, в черную дыру все это засасывает. В принципе, я даже скрины делал, но, к сожалению, на видосе не видно. Мне дали ачивку о том, что я открыл... Ну, типа, сделал этот портал. И вторую ачивку в том, что я телепортировался, попал на секретную карту. Это, собственно говоря, и есть эта секретная карта. И здесь мы сейчас пару минут будем ее исследовать. Я думаю, я оставлю этого без комментариев. Я сейчас сделаю себе аппарат, на котором прокачусь, собственно говоря, до конца этого темного коридора, а потом прокачусь до его начала обратно. Вы посмотрите, что там есть, что там нет. Единственное, говорю, что там можно встретить секретное вот это радио, с которым особо ничего сделать нельзя. Ну, вот, собственно говоря, и все. В этом весь секрет. Это тоже дает ачивку. Поэтому вот такая вот инфа. Наблюдаем за тем, как я развлекался в этом коридоре. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Субтитры Алексею Дубровскому!